Друзья, если вам не хватает золотишка на годных игроков, вам поможет продавец монет Дэн Кассел. Оперативно, индивидуально и по выгодному курсу. Ссылка на его профиль и группу ВКонтакте в описании ролика. Приветствую тебя, Артемий. Рад видеть тебя у себя на канале. Как ты вообще дошел до этого, что решил сыграть со стариной мозом в мозг-драфт? Мне правда нравятся рубрики. В принципе, люблю всякие такие совместные замуты. Особенно, когда там надо где-нибудь пощевелить мозгами. Поэтому согласился. Ну и драфт. Драфт это прекрасная речь. Надо на самом деле тебе и зрителям, кто в первый раз нас смотрит, вкратце рассказать правила. При подборе каждой позиции в стартовом составе, участник тащит одну из пяти карт колоды мозг-драфта и следует указанным на ней критериям. Замены и резерв подбираются самостоятельно на свой вкус. После этого у игрока есть еще три возможности улучшить состав, выбирая карты уже из второй колоды мозг-драфта. В итоге решает все не только удача, но также знания и умение быстро решать непростые ситуации. Во-первых, тебе придется потратить кровно заработанное либо золотишко, либо фифа-поинты. Ну, фифа-поинты, я специально подготовился. Я задонатил даже чуть больше нужного, а вось потом открою пакетики. Ну, честно говоря, единственное, наверное, чего бы я хотел, это 4-3-2-1. Я уже приготовился ее выбирать, но ты... Ну, я, разумеется, могу внести коррективы. Для того, чтобы выбрать тебе схему, нужно за 5 секунд плюс очень быстро ответить на вопрос о фифе. Простецкий. Ты готов? Давай. Какой рейтинг в этой фифе у Курта Зумы? 80. Да, выбирай схему, ладно. Но ты задумался, ты задумался. Просто, this is how we do it, мозг... То есть, вот так вот, вот так вот, два информа, легенда, усачки. Ну, карточки нормальные, я бы вот так сказал, то есть, ну, все в порядке так. Тебе надо вытащить одну из пяти карт, она, собственно, и определит, кто у тебя там будет. Давай третью. Третья карта. О, не знаю, что она очень часто попадается, может ее сжечь. Это настоящий комсомолец. Это игрок с лучшей суммой статов скорости и удара. Ага, ага, ага. Ладно, ну и Левандовский, получается. Левандовский выходит, да. Как говорится, Левандовский, ну ладно, все. Я думаю, ты немножко расстроился. Да, слушай, ну я ни разу не играл им. Я расстроился тогда, когда у Левандовски забрали 4 звезды скиллов. Дальше мне позицию самому выбирать? Да, выбирай следующую позицию, да. Ну сейчас Робан есть в команде недели. Может мне повезет и здесь выпадет Робан. Не повезло. Я не знаю, чувак, что бы я из этого хотел. Может быть Волк это разум что-то. А ну давай один. Карта номер один это Шоколадный Заяц. Это игрок с самым темным оттенком кожи. Да, 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 Волкот, Волкот, да, Волкот. Ну окей, хорошо. Другое дело, что он никак вообще не линкуется с Левандовски. Ну давай тогда... Ну в принципе, да, что-то Дуглас Костер и Бери слева сразу буду смотреть. Хорошие карточки. Пятая, пятая. Пятая карта, это карта, покером не увлекается. Это игрок с лучшим пасом. Ах, придется. Эх, блин, черт возьми, только не он, ну почему-то Тироналдо. Центрального полузащитника, центрального, центрального полузащитника. Он все лезет и лезет, этот, полька. Давай вторую, вторую. Вторая карта, это Ниел Растишку. Это игрок с наименьшим ростом, но определенно не Багба. Да, видимо, Нейн Галан. Да, скорее всего. А, опять 11, опять 9, да, Нейн Галан. Да я сразу, я буду просто сверху вниз идти. О, Канте, любименький ты мой. Обожаю. Ну давай, давай 4. Окей, 4. Карта номер 4, это... Груженая баржа. Это самый медленный игрок. Твою мать. Не, ну окей, это не худший вариант, как бы, справедливости ради. Но... Бруно. Но он охотник, смотри, охотник. Ну охотник, да. Но слишком сильно решает пейс в этой игре, поэтому, конечно, Канте идеально бы смотрелся. Хоть что-то к волку, ну окей, ладно, Бруно. Ладно, окей, давай опять третья, опять третья. Третья карта, это Беда не приходит одна. Да, это игрок с худшей суммой статов скорости и удара. Да, 144-144, но у всех остальных больше. Ну тут на твой выбор. Ну вообще Фабригас, наверное, он хоть еще как-то с Бруно. Хотя Рера тоже, почему нет? Ну блин, не, я возьму Фабригаса. Возьму Фабригаса. Менять жалко, правда. А, че это я, блин, тут... Какого? Распустил губу. Я же не могу их менять местами пока что. Ну давай, ладно, ЛБ шлика. Там какой-нибудь Гая. Вообще много кого я... Ну давай цифра 5, как Филипп и Луис, потому что он, наверное, единственный, кто подходит. Поэтому, да, Филипп... Цифра 5, хорошо. Давай пятерочек, купите. Цифра 5, это звездная болезнь. Это игрок с наивысшей суммой звезд на пентах и слабой ноге. Харахи. Афгановый мексикашка. РБ. О, какой у тебя выбор классный. Можно это развить как-нибудь? Ну давай... Би-би-би-би-би-би-ди-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Второе. Второе. Вторая карта это... Сейчас еще и поржем. Это карта-подарок на 8 марта. Это игрок с самой брутальной, на твой взгляд, внешностью. Будь объективным, Артеминг. Нет. Это просто брутал. Знаешь, я смотрю на него, и мне страшно становится просто. Мне говорят, он входит в клуб и киски мокнут. Так, ну давай, ну, наверное, Лавероны, типа, у них, у него всё-таки бородишка. Так, ну, давай, хорошо, четвёртая, четвёртая. Четвёртая карта, это Директор Цирка. Это игрок с лучшим дриблингом. Ты просил Ракетского? Ай, ладно, да, прекрасно, ура. Прекрасный игрок в команде. Ещё и рост у него даже меньше метр восьмидесяти. Еее, центральная защита. Оптимальный. Оптимальный, просто состав. Поклонники и шахтёры тебя заклюют. Ну, Байли, Байли. Ну, давай один, опять. Давай один. Номер один, это карта Латентный Веган. Это игрок с меньшим весом. Ну, самый хлюпик, напомню, шляп. Ну, Байли, ну, это прекрасно. Я ничего ещё могу сказать. Методом хитрых подсчёта. Дыхею на ворота, и можно уже драфт считать выигранным. Ну, вратаре, я не знаю, тут беговичи разве что. Хотелось бы, остальные, чё-то как-то мимо. Ищи карту. Третья, я не знаю, давай третья. Ох, прикольно. Третья карта, это стилист Месси одобряет. Это игрок с самыми светлыми волосами. Они все брюнеты. Ну, как бы, вот этот разве что бегович похож на, знаешь, такого а-ля Шатена. Ладно, путём сложнейших вычислений мы решаем, что это бегович. У тебя подобран основной состав, дальше, соответственно, ты самостоятельно подбираешь себе скамеечку и резерв. Поехали, я же. Да. Ну чё, я собрал, я готов, в принципе. Прекрасно. Теперь у тебя будут три возможности как-то улучшить эту грустно-красно-жёлтую историю. И, соответственно, тебе опять же надо будет тащить одну из пяти карт уже второй колоды и чётко следовать её указаниям. Давай опять треть. Отлично. Карта номер три. Это щепотка мазохизма. Это замена игрока стартового состава на игрока замен или резерва в ущерб общей сыгранности. Куда уж хуже. Казалось бы. Ну, блин, а я не знаю, как мне реально сделать ущерб, но мне нужно будет только сейчас беговича, например, убрать, поставить хандановича. Ты можешь не по позиции просто поставить игрока, например. А-а-а, вот оно что, Михалыч. Да, наверное, я не буду этим пользоваться, чувак, потому что... Ну и как хочешь? Мне и так всё не хочется. Нет, я хочу... Меня в планах заменить нахрен украинца и поставить француза. И ещё в идеале бы поставить кого-нибудь направо. Давай два. Два. Это карта Миграционный кризис. Это возможность поменять европейского игрока из сортового состава на не европейского игрока замен. Ну отлично, у меня Муса в принципе может так быть. Замен! Не с резерва, бро? А-а-а, замен! Да. Ну, не-е-е-е. Ну, фак. Вот это Филипп и Луиз, кстати. Ну, Филипп и Луиз вместо Ракицкого. А все, у меня все остальные европейцы. Ну, кроме Орангуиза, естественно. Ну, да, да. Ну и что, у тебя остается последнее улучшение. Давай один. Ну, смотри. Может, тебе это на самом деле поможет. Эта карта «Меняем полюса». Это замена игрока из стартового состава на любого из запасных и стороны с противоположного полушария земли. Ёптель-моптель. Лучше, Лан, давай я на умтите поставлю. Все-таки оставим. Будет в моей команде... Талисман. Бородатый. Че, у РБшника дефейнг почти такой же, как у РВшника. Просто буквально за мельчайшим отличием. Это ФИФА. Это нормально. Ух ты, ФИФА. Эх, сделать бы вот так вот. Эх. Смотри, тебе играет, собственно, этой команды. И правила просты. Ты не можешь менять резервы и замен. У тебя резерв так и остался. С концами резервов. Да. Ну, а, собственно, все замены, местами или на условке кого-то выпускать ты можешь, начиная со второго тайма. Как понял? Понял я отлично. Другое дело, что я не знаю, кого бы я из этих бичей хотел бы выпускать в втором тайме. Максимум Лаюны. Куда-нибудь в центре поля вместо Бруно, я не знаю. Но все остальное, конечно, нет. Выглядит кошмарно. Ну что ж, я тебе желаю удачи с твоей лютой командой с сыгранностью 63. Все же мне кажется, что ты можешь вполне пройти, ну, как минимум, до полуфинала уж точно. Ну и, соответственно, ребята, если вы хотите увидеть, как Артемий играл этой прекрасной командой, то обязательно переходите к нему на канал. Ссылка, как всегда, в описании ролика. Даже когда ты называешь ЭТО командой, мне больно на душе становится. Прям ножом по сердцу ты воешь так. А мне нравится причинять эту боль. Команда, команда, команда. О, у тебя стоит ЦВ-шник на позиции ЛБ-шника. Ох ты, какой у тебя хороший парень справа. Давай, удачи, брат. Спасибо, брат. Субтитры сделал DimaTorzok